Всего в мире насчитывается порядка сотни различных видов спорта, как распространенных, так и весьма экзотических. При этом ряд из них признанный, а многие проводятся только на любительском уровне. Спорт в Европе, как правило, высоко организован. Однако парадоксальная особенность европейского спорта является замечательной степенью, в которой местные, региональные и национальные различия продолжают существовать, и даже в некоторых случаях преобладают. Футбол является самым популярным видом спорта практически во всех странах Европы. Европейские сборные выиграли 12 из 21 чемпионата мира по футболу. Руководящий орган европейского футбола принимает у себя чемпионат Европы начиная с 1960 года и чемпионат среди женщин с 1984. Европейские жители очень щепетильно относятся к своему здоровью, Поэтому занятия физической культуры и разными видами спорта для поддержания здоровья достаточно популярные явления среди жителей европейских государств. Среди желающих переехать в Европу на постоянное место жительства или с целью получения вида на проживание, вопрос о поддержании здорового образа жизни на новом месте достаточно актуальный. Социологи, проведя некоторые исследования, сумели определить и выделить среди европейских государств самые ответственные в отношении занятий спортом. Также определили, какие спортивные предпочтения у большинства из них. Швеция. Самая чистая страна в Европе, в которой не хватает мусора, а приходится закупать. Неудивительно, что именно здесь появился такой вид спорта, как плогинг. Это сбор мусора во время пробежки. Ну или пробежка во время субботника. Тренд сочетает в себе и ЗОЖ, и экологическую акцию. Все как любят европейцы. Фитнес-эксперты хвалят плогин за разнообразие нагрузки. Бегуну приходится наклоняться и приседать, собирая мусор. Само собой, кроме спортивной формы, тут нужен крепкий пакет и перчатки. И обязательно отчет в инстаграм с хэштегом плогинг. Виды спорта, которыми занимается Швеция, разнообразны. Есть любители бега на лыжах и хоккея. Много и тех, кто не прочь заняться греблей или гандболом. Также популярна и тяжелая атлетика. Именно эти виды спорта наиболее популярны среди жителей этой страны. Финны обожают футбол. И не только классический. Их изобретение – болотный футбол. По названию понятно, какие для него подбираются площадки. Самое завидное место находится на востоке страны в деревне с подходящим названием – Хюрюнцальме. Каждый год там проходит чемпионат мира по болотному футболу. Правило немного отличается от игры на газоне. Люди бегают в сапогах. В команде 6 человек в матче 2 тайма по 13 минут. Играют и мужские, и женские, и смешанные команды. А также приключенческая лига в уморительных костюмах. В Дании культ здорового образа жизни. Здесь даже есть специальный налог на жирные продукты. Больше всего датчане любят футбол, а на втором месте – бадбинтон. В маленьких датских городах, где не собрать футбольную команду, бадбинтон даже популярнее. У многих из нас он ассоциируется только с пикниками. И напрасно, ведь в бадбинтоне не меньше зрелищности и драмы, чем скажем в теннисе. Хотя граждане Финляндии ненамного отстали от датчан. Здесь различными видами спорта и посещением спортклубов увлечены 72% граждан. Любители здорового образа жизни хотя бы раз в 7 дней уделяют серьезным занятиям спортом достаточное количество времени. Очень популярен в Финляндии авто и мотоспорт. Хоккей, бег на лыжах и атлетика тоже имеют большую популярность у населения этого государства. Словения очень богата природой. Говорят, что здесь только два плоских места – долина Любляны и Марибора. А остальное – горы и плоскогория, украшенные лесами и озерами. Здесь множество натуральных скалодромов, поэтому очень популярны скалолазания. Тренироваться в Словении приезжают как профессионалы, так и новички. В описании под видео вы найдете информацию о том, как получить бесплатную консультацию о возможности стать гражданином Евросоюза. В Словенской долине Планица находится второй по величине лыжный трамплин в мире – летальница братьев-горишек. Здесь совершен первый прыжок за 200 метров и вообще установлено больше всего рекордов – 28 официальных и 11 незачетных. Духом борьбы и побед здесь дышит все вокруг. И люди приезжают в Планицу не только зимой и не только во время соревнований. Здесь начинаются лучшие пешие и велосипедные маршруты. Здесь можно кататься на зиплайне или летать в аэротрубе. Среди стран-любителей спортивных занятий находится и Австрия. Австрийцы со школьной скамьей изучают лыжный спорт, поэтому он является одним из самых популярных в стране. Даже в жару не прекращается занятие лыжами среди населения. Искусственный снег приходит на выручку. Летом австрийцы занимаются конным спортом, пешим туризмом. Особой популярностью таких видов спорта, как горнолыжный и санный спорт, плавание, парусный и гребля. В Нидерландах Польстокферспринхен – традиционный местный вид спорта. Это прыжки через водные преграды с помощью шеста. Кто дальше прыгнул, тот и победил. Во всем мире таким видом спорта увлекается 600 человек. Когда-то это был даже не спорт, а способ передвижения. Зачем строить мост, если есть шест и место для разбега? На состязаниях используются шесты длиной 13 метров. Но прыгать с ними не так, как вы предполагаете. Сначала спортсмен разбегается и втыкает шест в вылистое дно водоема. Потом быстро карабкается вверх, как по канату. В какой-то момент прыгун начинает перевешивать и оказывается на другом берегу, ну или в воде. Лучшего результата в Польстокферспринхене достиг человек по имени Барт Хельмхольд. Его рекорд 21 метр 55 сантиметров. По данным социологов из Британии, 86% жителей Нидерландов занимаются физкультурой регулярно и посещают залы для занятий спортом. Ледовые дворцы и корты для занятий теннисом. Велосипедные дорожки оборудованы для того, чтобы удовлетворять потребность граждан занятий спортом. В Нидерландах много приверженцев конькобежного спорта, большого тенниса, хоккея на траве, плавания и велосипедного спорта. Вот такая она, эта спортивная Европа. А вы, занимаетесь спортом? Напишите в комментариях. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно. А также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан. Много вкусного контента.